Музыка 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 Вот Балатина, там вот сад у меня был, ну погибло буквально все. И они нам пишут, что это от дождевой воды, что у меня канавы, вот тут везде канавы вырыты. А они пишут, что это все от дождя. Причем здесь они, Балахин был, Костромин был, вот здесь и фото есть, когда вот она сошла, вода в 23 июля, она немножко сошла, вот до огорода сошла. И они здесь стояли, когда я их начала снимать, они, значит, все без комментариев, без ничего, нельзя им ничего говорить, это сунгач, опять подписка, вас топят дожди. А потом вот пошло, и оно второй раз, оно замыло полностью, у нас до сих пор, вот мебель мы еще, вот говорю, только постелили арголит, потому что пока оно высохло, ну и боялись, что еще придет. Три раза вода заходила. Не, ну сырость стоит, видно, что стоит до сих пор, да. Ну да, ну вот, и она тоже сейчас, они там выход закрыли, который в сунгач был, и она, получается, от нас и туда не идет, ну и почему-то по их канавам не будет. Даже рулетку ставили, посмотрели, как уровень водной. Ну вот тут, он, видно, вот он, уровень будет тратить. Из-за того, что двор не ровный, оно где-то, и она вот у нас в канавах, она до сих пор у нас стоит, вот как ушла, и до сих пор она у нас стоит. У нас линейка была и на дороге, импровизированная. И мы им измеряли, вот это, постоянно им звонили, говорили. У нас, не помню, от какого числа прошел дождь, у нас за ночь на 12 сантиметров сразу вода поднялась. И все, а мы проснулись, а тут везде все. И никого же не было. Как они мониторили? А у них все было 30 сантиметров. А на пограничной, вот я вам ролик скину, девчонки вот ходили 2 июля, ходили, снимали, по пояс воды было. Прям вот съемку, они ходили с линейкой в холодной воде, женщинам пришлось идти, потому что наши отчитываются, что там 20 сантиметров воды было, глубина, представляете? И вот они ответили Амурскому вот этому бассейну, вот у меня там вам ответ, да, и вот они там ответили, что на 1 июля на пограничной 20 метров длина и 20 сантиметров глубина. 2 июля девчонки пошли снимать, 80 сантиметров они дошли, ну там по поясу же женщины, дальше было еще там углубление же, яма там было еще глубже. Вот так у нас в администрации отчитывается от нашей ситуации. Если вот оно вот здесь у меня вот сколько было, вот по вот этим уровням, по вот этим сараем, оно же видно. И Кожемяк нам обещал, что будут комиссии, что будут все смотреть и все, и в итоге опять я пишу. Просто я даже не на выплату написала, я просто написала, чтобы они приехали и составили акт о затоплении моего участка. На что я получила ответ, как всегда, виновата там труба, которая находится там, не по течению, виноват Примавтодор на въездной улице, который к нам вообще никакого отношения, виноваты китайцы, то, что в реку взбрасывают воду, виноваты все и виноваты мы, потому что у нас нету канав. Все. Не, ну канавы, а чего вас спасут? Ну я не знаю. Ну а чего вас спасут? Отводите воду сами. Сами, за свой счет вы должны сами водить. Куда я должна? Я не думаю, если бы выкопал бы эту канаву сам бы руками, если бы было куда отводить. Там сунгач сзади, куда его отводить? То есть сунгач сюда и лезет. Спереди сунгач заливает и сзади. Я в яд. Ну вот идиотизм. Вот до такого идиотизма. У нас набережную с двух сторон топит, и мы должны сами воду куда-то отводить. И приезжают же, и в новостях было, и по нашей улице проезжали же все, и съемки были. Русло, Наталья Николаевна, должны копать, по идее, реки. Должны чистить. Ну, а, ну чистить русло. Дело в том, что с 16-го года они там решают вопрос, и уже он решен, чистить исток возле Ханки, потому что там тонут четыре каких-то села. Они не могут найти подрядчиков с 22-го года. Когда мы вот начали писать и вспомнили, если бы они там прочистили исток, у нас бы тут вообще залило бы. Но когда мы начали писать вот это, напомнили о себе, они же там с Думы, от президента, они же отправляли в Минприроду и все. Мы напомнили о себе, теперь нам отвечают, что будут еще участки устья чистить. То есть у нас вот, у Сурика. Это одна единственная река, которая выходит из Ханки. Да. А в Ханку 11, по-моему, впадает. Это там много. Да. Вот представьте, 11 рек, и одна единственная, это сунгач, который сброс. И еще 7 рек с Китая сюда в сунгач впадают. И они еще и сбрасывают. Но это понятно, что это проблема. Но эту же проблему надо решать. Не мы же должны вот это решать. Река чья? Государственная. Вы извините. Они нам пишут водные ресурсы, 60 лет не чистился сунгач. Мы при чем? Чья река? Мы ее что ли должны чистить? Раньше земснаряд тут ходил постоянно. Усуру чистил. Усть вот это вот прочищал тут возле сунгача. Вода уходила. Но это когда было? А когда-то была судоходная еще река вот эта. Ну это прежде всего прерогатива, да. Получается непосредственная работа правительства Приморского края. Конечно. В первую очередь губернатора. Поэтому он обязан тут, я не знаю, в эти моменты быть, находиться. А нам, говорит, спросили там берег. Ой, вот там на школьной еще можно канаву выйти. Вот у вас скальника нету. Машина будет миллионы стоить. Нам легче вас отсюда выселить. И как переселить? Дали бы нам деньги. Может быть кто-то и уехал. Потому что вот это бардак уже, вот честно, он уже надоел. Такая, как и Костромин, нам говорят, переезжайте. У нас вот в кладовках там миллиончики валяются. И мы не знаем, куда их деть. Может новую квартиру, коттедж где-то купить. Так ты попробуй еще продать здесь что-то. Так никто не... А все. Все. У меня на школьный дом уже стоит второй дом. Вот мы переехали сюда. У меня там стоит, там порушилась печка. Потому что там топит болото, которое идет опять же вот это вот все. Сюда пришло. Да. И там топит. Я его продать не могу. Я и этот... Куда мы продадим? Мы мало того, чтобы продали бы этот дом, мы нормально бы дом не купили нигде. А сейчас так вообще. И куда нам деваться? Нам просто деваться некуда. Они на нас вот зряются. Мы виноваты. Ну вы... Жаловаться не надо. Ну мы же к вам. Мы когда они начали ездить, просили вот изначально. Вы озвучьте проблему. Вы доложите в край. Ее же надо решать. Ну хуже ведь еще будет, когда еще первый раз вот у нас... Ну тут у меня зашла вода, вот только начала вот там вот появляться в том дворе. Говорили, озвучьте. Вы доложите, а там пусть решают как бы озвучить. Нет. Они даже в МЧС Приморья не доложили, что мы здесь тонем. Ну а потом второй раз вот уже залило конкретно, уже и в дома вот стало заходить. Третий раз чуть-чуть пониже была. Вот я же говорю, тут вот верхняя полоса светлая, это второй раз затопило, а темная это вот уже третий раз стояла вода. И оно все, ну мало того, что хоз постройки, как Астахов, это же он там все письма сочиняет. Говорит, это ваша частная собственность, вы должны сами за ваши там хоз постройки беспокоиться, за все это. А почему вы, ну это ж... Ну я и беспокою, чтобы воды не было. Да. Если вы хотите, чтобы мы куда-то ее сбрасывали, значит сделайте нам, куда ее сбрасывать. Да, они даже схемы водоотведения, это я вот сейчас разговаривала с уполномоченным, пограничник был, да. Я говорю, это вот что, когда они отвечают, это, говорю, бред? Он говорит, да, бред. А потому что система водоотведения, она не идет там по границе. Это Марково, это село. Карта везде все есть, и поэтому, говорит, они же там не собирались, где-то система, где-то водоотведение проходит непонятно где. Да вот сейчас вот они сами стоят возле этой системы, делают ролики себе, снимают. Это нормально, это можно. Хотя мы, марковчане, не снимаем никогда вот эту проволоку, никуда не выкладываем, потому что мы знаем, что это граница. А они сейчас приезжают, пожалуйста, там, репортажи устраивают у себя, у нас на границе. Это можно. А схема водоотведения, это у нас, подлив секретно у нас в администрации. Поедемте дальше, Наталья. Да, давайте вот...